Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу поделиться с вами радостью. Крупнейшее издательство нашей страны, издательство «Просвещение», выпустило новый УМК по английскому языку для студентов первого курса образовательных организаций среди системы СПО – среднего профессионального образования. Чем была вызвана необходимость выпуска нового УМК? Да, конечно, требованием времени. Время не стоит на месте, жизнь идёт вперёд. Иногда бывает очень трудно её догнать. Но мы с вами должны уметь это делать. Итак, учебник, учебное пособие УМК, который, я надеюсь, вы потом оцените в своей работе, был создан в соответствии с последними требованиями рабочих программ, а также новых требований федеральных государственных образовательных стандартов, которые коснулись не только уровня начального общего образования и среднего общего образования, основного общего образования, но и также системы образования СПО. Именно в свете этих новых требований мы не начинаем заново изучать английский язык на первом курсе колледжей, а продолжаем его изучать. Принцип преемственности – это ведущий принцип данного УМК. Конечно, коллеги, вы можете мне возразить, что к вам приходят очень слабо подготовленные дети. Вам нужно опять начинать с самого начала. Коллеги, позвольте с вами чуть-чуть в этом не согласиться. Я как учитель-практик общеобразовательной школы 1282 «Сокольники» города Москвы могу вам с уверенностью сказать, что работая уже 38 лет в одном и том же образовательном учреждении, все больше и больше успешных, мотивированных, обучающихся девятых классов уходят после девятого класса в колледжи. И их желание вполне оправданно. Они хотят получить качественное среднее образование и профессию. И вот как раз наоборот. Те, кто не хочет учиться, слабо мотивированы, они хотят продлить себе детство и остаются в старшей школе, невзирая ни на профили, ни на страх ЕГЭ. Но это особый случай, мы об этом сейчас говорить не будем. Просто я хочу еще раз вас убедить в том, что среди ваших абитуриентов, среди тех студентов, которые сядут за парты 1 сентября 2024 года, есть очень много мотивированных и хорошо подготовленных ребят. Мне бывает очень обидно слышать, когда мои успешные ученики, с которыми я простилась после девятого класса, потом приходят и жалуются, что им скучно, неинтересно, потому что уроки примитивные, потому что опять алфавит, потому что опять my name is Boris. Конечно, вот таким образом мы убиваем мотивацию. Итак, коллеги, новый УМК с требованиями времени не поспоришь. Нам нужно уметь догнать это время и заставить его работать на себя. Поэтому мы, авторы учебника, постарались сделать все, чтобы этот переход для вас, уважаемые коллеги, был менее болезненным. Как мы этого попытались достичь? Ну, во-первых, учебник универсальный. Он рассчитан для тех, у кого английский язык 2 часа в неделю, 3 часа в неделю и 4 часа в неделю. Просто планирование будет несколько отличаться. Избыточность материала есть в учебниках. И все детали вы сможете узнать в методических рекомендациях, если скачаете их с сайта издательства просвещения абсолютно бесплатно. Более того, этот учебник рассчитан для студентов колледжей разных профилей. И благодаря очень успешной навигации вы не заблудитесь в учебнике. И ваши студенты тоже не заблудятся. Потому что есть специальные значки, которые четко обозначают, для какого профиля какое задание подходит. Но сегодня мы с вами поговорим еще об очень важном. О том, что учебник жестко структурирован. А работать в учебнике, в котором есть система, гораздо проще, чем в том, где материал плавает. Итак, в учебнике 11 модулей, а 12-й повторение. В каждом из этих 11 модулей есть особые подразделения, так называемые юниты, обозначенные буковками ABC. Более того, они еще и другого цвета. Юнит A – зеленый, юнит B – розовый, юнит C – красивого сине-голубого цвета. Для чего это сделано? Это не декоративный элемент. Это сделано для вашего удобства и удобства ваших студентов. Каждый юнит состоит из двух разворотов. Один разворот – это тот материал, который вы должны предъявить своим студентам для ознакомления и отработки на уроке, на занятии учебном. А второй разворот – это практика. Он так и называется – English in Use. А вот сейчас мы с вами посмотрим, как конкретно работать с этим материалом. Давайте откроем наш замечательный учебник на странице 16. И вот перед вами юнит B, где обозначена тема. Кстати, все темы взяты из рабочих программ, поэтому они полностью соответствуют всем нормативным требованиям. И в юните B мы с вами видим упражнение первое – vocabulary, лексика, и второе – reading. Вот это тот материал, который вы должны со своими студентами освоить на уроке, но только практически в самом начале. Текст подобран очень интересный. Это фильмы, которые наши с вами обучающиеся, конечно, смотрели. Но в этот же текст вмонтирован грамматический материал. Это простое настоящее время. Да, тот самый present simple, с которого-то мы практически можем начинать повторение того, что было изучено вашими студентами на уровне начального общего образования и основного общего образования. Однако есть те, у которых по какой-то причине произошел провал в этой теме. Вот мы им сейчас и дадим шанс догнать своих сверстников. Каким образом мы это сделаем? А вот изучив текст, они смогут уже вспомнить present simple с вашей помощью. И посмотрите внимательно на красные стрелочки. Они ведут к упражнениям, которые находятся на страничке 18. Уже следующий разворот. Но это уже English in Use. Это практический материал. Это тренировка. У вас указано на полосочке с номером упражнения все те дополнительные упражнения, которые желательно, так скажем, освоить, чтобы закрепить этот материал. А они все разные. И материал расположен от простого к сложному. Во-первых. А во-вторых, еще есть на полях вот такие крохотные рамочки, которые тоже привлекают наше с вами внимание. Потому что это ссылка на грамматический справочник. Порой подростку бывает неудобно, стыдно переспросить преподавателя, чтобы не показаться глупым или чрезмерно навязчивым перед своими одногруппниками. Вот у них есть такой спасательный круг. Потому что грамматический материал дан очень просто, доступно для подростка этого возраста. Посмотрите внимательно. Первое упражнение. Здесь нужно просто выбрать present simple или present progressive. Это материал, кстати, начального общего образования. Затем идут, вопросы идут в present tenses. И затем грамматический материал, уже отрицательные предложения, где нужно поставить формы отрицательные. Усложняем, усложняем, усложняем. Но очень ненавязчиво. Итак, коллеги, как использовать эти упражнения? Конечно, всё сразу пройти за урок можно, только в очень хорошо подготовленных группах с высоким уровнем языковой подготовки. Если у вас группа очень слабая, вам достаточно сделать на выбор то упражнение, которое вы считаете наиболее подходящим. И точно так же вы можете в совсем слабой группе сделать упражнение, объяснить каждый нюанс, а потом попросить своих студентов сделать это упражнение дома письменно в качестве домашнего задания. Никто не возбраняет вам, если вы сделаете такие же упражнения, допустим, через некоторое время, как на самостоятельной работе, делать как задание самостоятельной работы, или индивидуальная работа для какого-то обучающегося, которому наиболее трудно и ему нужна поддержка. Итак, коллеги, вот таким образом вы работаете со всем материалом вот этих юнитов. Напоминаю, в каждом модуле три юнита. Три юнита рассчитано на шесть уроков, потому что вот сегодня я вам рассказала про один урок, а на следующий урок будет уже нечётный, девятнадцатая, вернее, семнадцатая страничка и девятнадцатая страничка. И всё очень просто. И ничто не путается. И вы выбираете только то, что вам подходит. Получается одиннадцать циклов, извините, одиннадцать модулей, шесть рабочих занятий. Шестьдесят шесть часов. И до семидесяти двух, даже в тех случаях, если у вас всего два часа английского в неделю, у вас есть люфт, когда вы можете заняться чем-то ещё дополнительно. Взять вариативную часть. А здесь есть над чем работать. Учебник очень интересный. Он действительно интересен будет для нашей молодёжи. Итак, коллеги, сегодня мы с вами совершили вот такое практическое знакомство, которое, мне бы очень хотелось надеяться, будет полезным для вас. Мы ещё встретимся не один раз. Мы будем подробно обсуждать всякие тонкости обучения всем видам речевой деятельности. И я надеюсь, что самые творческие, самые горящие на работе преподаватели, самых престижных в колледже России 1 сентября приступят к своей работе радостно с новым УМК. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова